До Юстиниана, до 6 столетия, несмотря на смешание с язычеством, смешание с государством, слияние, в церквях оставались многие еврейские традиции. Юстиниану казалось это слишком устаревшим, и он хотел оторвать церковь от еврейских корней, даже в таких мелочах, как ему могло показаться. Допустим, хлебопреломление, причастие, совершалось на опреснаках в христианских церквях, но Юстиниан задумал следующее, прямо противоположное. Особенно на Пасху, я не помню какого года это была Пасха, это по-моему еще до освящения Софийского собора там в Константинополе, он заявил, что отныне на Пасху все христиане будут есть только лишь квасные. А если кто будет есть опреснаки, и это узнается наверняка при свидетелях, то такой христианин будет наказан. Если он простолюдин, будет казнен, если он важный сановник или священник, он будет разжалован. И это было законом. Юстиниан был тираном. Он был не просто тираном, а он был таким махровым тираном. Он не терпел никакой оппозиции абсолютно. Он не терпел никаких разногласий. Он грабил свой же народ. Допустим, те провинции, которые отказывались в полном объеме его сверхналоги платить, он просто предавал огню и мечу. В общем-то, он воевал со своим же народом, грабил своих же подданных. И когда, допустим, западная часть империи противилась его тирании, и когда папа отказался, епископ Рима отказался от его правлений, будем так говорить, то Юстиниан поставил целый флот с десантом, с армией туда, в Италию, чтобы наказать вот эти западные провинции. Но Европу западную спасло чудо. На самом деле, спасло чудо. Разыгрался шторм, который повлиял очень сильно на историю вообще, не только церкви, а вообще историю политическую. Потому что в этом шторме погибла большая часть судов и весь десант. Юстиниановы погиб. И эта малость, казалось бы, да, вот из таких мелочей, знаете, вот история состоит, повлияла на то, что вся западная цивилизация европейская стала развиваться особым образом. Отдельно уже, от Востока. Это именно вот эта мелочь. И вот, но Юстиниан после этого, но гибели флота, он отказался уже от этих затей. Да не было, у него уже не было армии, во-первых, столько, чтобы послать снова еще такую же армаду туда, значит. И Юстиниан, он видел развал уже в последние годы своей жизни, по сути, видел развал своего главного детища всей своей жизни, этой такой гигантской империи, которую он всеми правдами и неправдами просто-напросто всю свою жизнь положил на то, чтобы ее создавать. Эту сверхдержаву. Последний год он видел крушение этих своих надежд и своей веры, по сути. Хотя, был очень гордым тираном, когда храм, вот этот Софийский собор знаменитый, кто был в Стамбуле, видели?